Каникулы кончились, скоро осень, и парой скутеров для передвижения по грязному городу не обойдешься. Поэтому юной паре, продюсеру Ане Орловой и рекламщику Алексею Бакирову, мы рекомендуем начать присматривать подходящую машину. А где еще это делать, как не на московском международном автосалоне, который открывается 25 августа в среду? Путь на модном мопеде Веспа в Крокус-Экспо, что на 60-м километре МКАД, будет непростым. Лишний повод подумать о семейном автомобиле. «Далек ты, Гена, от жизни», — часто говорят неувидающему московскому Дэнди шеф-редактору журнала «Тайм-Аут» Геннадию Мутасову. Чтобы быть к ней ближе, рекомендуем ему сходить на открытие сезона в Театр Док, где играют пьесы на сыром жизненном материале. В пятницу вечером, 27 августа, в подвале на Трехпрудном переулке покажут попури из премьер будущего года. Спектакли о сквоттерах поздней перестройки, современных профсоюзных лидерах, дочке Геббельса и мальчике, который убил одноклассника. Архитектору Татьяне и руководителю спецпроектов «Стрелки» Елене Бродич наверняка понравится фильм о родственной любви в жанре не мелодрамы, но чистого экшена. Отечественная лента «Компенсация» повествует о сестрах, брошенных папой-бизнесменом и решивших мстить, похитив его третью маленькую дочку. В роли папы Гоша Куценко, но пусть это не отпугивает зрителей, зато партию старшей девочки блестяще ведет новое приобретение табакерки и театра Фоменко, звездная дебютантка Ирина Горбачева. Практические психологи ценят неторопливую, умиротворяющую, но не грустную музыку. Поэтому Ирине Кругловой мы настоятельно рекомендуем отправиться в клуб «Милк» на концерт группы «Поукс». Легенды ирландского фолк-рока славятся не только идеальными застольными балладами, но и пьянством своего лидера Шейна МакГоуэна, который ради европейского тура на время привел себя в порядок. Чем не причина пропустить за его здоровье рюмочку под конец выходных? Клуб «Милк», воскресенье, 7 вечера.